Радиоцентр Сангейтс Спасибо, Рита. Добрый день, добрый вечер, добрый день Чикаго, доброе утро Сан-Франциско, добрый вечер Москва, поскольку мы, я надеюсь, выходим в эфир во всех точках земного шара и нас могут слышать везде практически, поскольку интернет сейчас дает такие возможности. Я с радостью представляю нашу сегодняшнюю гостю Анну Атминееву. Аня уже у нас была в гостях в декабре и мы продолжим сегодня разговор в нашей женской гостиной про чакры. И сегодняшняя тема нашей передачи это будет вторая чакра от Сабхистана. И я бы хотела еще несколько слов, прежде чем мы начнем разговор с Аней, представить ее, потому что, может быть, кто-то не слышал нашу предыдущую программу. Анна Атминеева, она ведический астролог, сертифицированный консультант в АСТО, древнеиндийской науке о гармонизации пространства и аромотерапевт. И сегодняшняя тема, собственно, она будет раскрыта именно по второй чакре. Вторая чакра отвечает у нас за творчество и сексуальную энергию, что особо важно для женщин, как мне кажется. И какое она имеет значение в жизни женщины. И какие масла нужно использовать для того, чтобы активизировать эту чакру. Ань, спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась быть в нашей программе опять. И как мы уже с тобой, я хотела бы еще один анонс сделать, потому что мы решили сделать серию передач, поскольку чакр у нас совсем не две, а даже семь. И прежде всего, прежде чем мы начнем, я хотела еще тебя попросить рассказать о твоих программах на этот год, потому что я знаю, что ты очень много чем занимаешься. Потому что в конце передачи мы обычно не успеваем об этом поговорить, чтобы наши слушатели знали, что еще ты делаешь. Хорошо. Ну, Настя, большое спасибо, что ты меня пригласила во второй раз. Это уже радует. И надеюсь, что нашим слушателям это тоже интересно. И они получают достаточно много новой информации. Помимо ароматерапии, я занимаюсь, конечно, в основном даже, я бы, наверное, сказала, астрологией. И я занимаюсь организацией различных курсов. И ты знаешь об этих курсах, да, это курсы по ведической астрологии, причем такие направления, которые не очень распространены. Это надиастрология, это глубокий курс по накшатрам, который у нас буквально начинается в марте. И попутно я занимаюсь ароматерапией. Причем тоже это ароматерапия, которая использует такие нестандартные направления, да, немножко все-таки связанные с эзотерикой. Курс по чакрам, использование в астрологии масел как корректирующих средств, которые помогают человеку проходить периоды правильно, различные планетарные. И, ну, скажем, адаптироваться к текущей ситуации. То есть, ну, примерно вот такая деятельность у меня. А во всех этих твоих курсах можно почитать на страничке, да, группы, которые ты ведешь. Просто мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей получили эти божественные знания, потому что я сама к этому прикоснулась. И благодаря тебе, и благодаря группе, которую ты ведешь, и Надя Астрологию тоже изучаю с удовольствием. Поэтому я, так сказать, хотела именно с этого начать. Да, да, то есть вся информация, она в Фейсбуке, то есть можно там либо найти меня, и я веду две группы. Одна группа называется Джиотиш Клуб, она посвящена только астрологии и всем направлениям астрологии. Я туда выкладываю очень много переводов различных техник, информацию по классам, по семинарам, по поездкам в Индию, которые связаны с астрологией. И вторая группа, которая называется Арома Клуб, она посвящена непосредственно уже ароматерапии. И там тоже различные рецепты есть, и информация об обучении или каких-то поездках, например, во Францию на курсы парфюмерии. У нас каждый год организуется из России, такая есть возможность. Вот, то есть все можно найти в Фейсбуке. Такое наше. Хорошо, я обязательно започу ссылку, когда мы с тобой закончим. Там тоже, чтобы наши слушатели знали об этом. Ну, теперь вернемся к теме нашей передачи. И, собственно, вторая чакра, чакра Садхистана. Что же это такая за волшебная чакра? Потому что не все наши слушатели так глубоко в теме, как ты, ну или даже как я, там немножко более в теме. Поэтому давай начнем с АЗО. Ну, мы немножко повторим то, что мы говорили на прошлой нашей передаче. О том, что существуют определенные энергетические центры в теле человека, они называются чакра. Чакра в переводе с санскрита значит колесо. То есть это определенная концентрация потоков, которая отвечает за определенные состояния человека и за физические, ну, за какие-то органы в теле. И, соответственно, гармоничное состояние всех этих центров дает человеку и хорошее здоровье, и возможность себя реализовывать в жизни. То есть на социальном плане, на духовном, на ментальном все это, конечно, взаимосвязано. На прошлой передаче мы говорили про первую чакру, которая считается базовой, и она отвечала за такие, за стабильность, за возможность человека стоять на земле, да, и для женщины это очень важно, конечно. Сегодня мы говорим о второй чакре, которая называется Сватхистхана. Есть несколько переводов, но основной говорит о том, что Сва — это жизненная сила, а стхана — это как бы дом, то есть место, где обитает жизненная сила. Соответственно, несмотря на то, что есть такое общераспространенное мнение, что эта чакра отвечает за сексуальную энергию, в этой чакре сконцентрировано, на самом деле, очень много. Она будет отвечать и за ваше взаимодействие с внешним миром, то есть за коммуникацией, и за духовный аспект тоже, и мы об этом немножко поговорим. Она расположена в теле, наверное. В теле она расположена, конечно, если она отвечает за сексуальную энергию, она, конечно, расположена в области гениталий, то есть ее, как бы, если спереди рассматривать, она расположена ниже пупка, где-то примерно на два пальца сзади, она концентрируется на окончании, на крестце, и, соответственно, оно не такой оранжевый цвет основной, но дополнительный, комплементарный цвет — это индиго, то есть цвет, обычно который показывает ауру, да, то есть уже более высокие уровни, не только базовые инстинкты, да, например, как сексуальный инстинкт, как продолжение рода. Соответственно, области тела, органы, за которые она отвечает, они тоже сконцентрированы в этой области. Это, конечно, в первую очередь половые органы, это почки и надпочечники. Если мы немножко углубимся, даже, например, у Кастанеды это было, что энергетически, почему женщина гораздо сильнее энергетически, чем мужчина? Потому что у женщины есть главный энергетический орган, это матка, и как раз она находится в области Сватхистаны. И надпочечники — это вспомогательные энергетические органы, которые человеку дают вообще жизненную силу. И как раз вот Сватхистана, она отвечает за почки, за надпочечники, за половые органы и мочевой пузырь, то есть всё, что расположено. И поясничные позвонки, и крестец. Это неважная чакра для женщин. Для женщин это очень важная чакра. Очень интересный есть такой момент, почему, ну, вообще считается, что детей нельзя бить, да, скажем так. И особенно девочек. Как только вы девочку хлопаете по попе, вы блокируете Сватхистану. Сватхистана в этом возрасте отвечает за творчество, за созидательную энергию. Сексуальная энергия, она, нельзя говорить, что она низменная. Это энергия, которая созидает, она даёт возможность для того, чтобы зародилась новая жизнь. И также абсолютно эту энергию можно трансформировать в созидание, то есть в творчество, в создание новых каких-то, не знаю, шедевров. И, соответственно, когда мы девочку хлопаем, даже там в шутку или легко, шлепки, да, они все блокируют Сватхистану. Поэтому, начиная как бы с самого маленького возраста, ни в коем случае девочек нельзя наказывать физически. Даже в каком-то таком вот, ну, может быть, символическом проявлении, да. Оранжевый цвет, он активирует эту чакру. Дополнительный голубой, вот этот индиго цвет, он больше подходит для физического тела. И он немножко здесь компенсирует вот этот огонь, который зарождается, да. То есть это всё-таки такая мощная достаточно энергия. Он охлаждает немножко ментально этот голубой цвет. И он уже более используется для вопросов коммуникации и аспектов взаимодействия, вот, ну, человека, как бы, его тонкого тела со всем, что происходит во Вселенной. То есть это получается, что связь некая с коммуникативным аспектом, да. То есть не только созидательный, не только сексуальный аспект. Элемент этой чакры – вода. Ну, соответственно, творчество у нас тоже… Огонь и вода одновременно, да, здесь… Здесь немножко даже… Огонь я в переносном смысле сказала, потому что это больше вот из-за того, что это энергия, очень мощная. Но она всё-таки больше воды, потому что это творчество, это нестабильность. Здесь, может быть, есть огонь в плане того, что это рост, из-за того, что это то, что даёт, ну, некий разогрев и результат, да, потому что огонь трансформирует. А вода, она всё-таки просто изменяет своё положение. То есть она остаётся всегда в одном, может быть, её суть остаётся одной, меняется только форма. Но всё-таки вода больше связана с этой энергией, с творчеством. Поэтому, например, для того, чтобы гармонизировать чакру, да, достаточно пойти в бассейн или достаточно принять ванну какую-то расслабляющую, да, то есть это будет давать плюс для сексуального расслабления, да, примите ванну, и как бы вы почувствуете себя более комфортно. То есть удовольствие это даёт. Я вот как человек, который занимается аюрведой, мне сразу вот такая ассоциация прислала, то есть это как бы с Дошей Капха ассоциируется, да, этой чакрой, или тут такая связь не прослеживается? Здесь немножко другое, потому что Капха – это инертность. А здесь, наверное, больше… Ну, вода же, она как бы инертна с одной стороны, потому что Капха, она ассоциируется с водой. Здесь у нас, наверное, комбинация всё-таки, потому что смотри, какая Доша у нас даёт творчество, воображение? Вата. Вата. Какая Доша даёт лидерство и… Вита, ты понимаешь, здесь получается… Да, 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 я поняла. Возна быть идеальная комбинация. Ну, естественно, но я думаю, что секс и вообще творчество – это естественно, это комбинация всего, потому что в нём присутствуют все энергии. Ну да, семя – это у нас всё-таки Капха получается, да. Для того, чтобы, например, случился ребёнок, нам нужна энергия воды, поэтому Луна играет огромную роль в зачатии. Венера, которая у нас непосредственно семя представляет, Венера – это тоже вода. Но для того, чтобы всё это зародилось, нам обязательно нужен Марс. И поэтому, когда мы смотрим астрологически на момент рождения ребёнка, Луна должна влиять на определённые точки, отвечающие за детей. Обязательно Марс, потому что Марс даёт зачатие. И в момент рождения то же самое происходит, да, потому что жизнь новая. Интересная тема, красавица. Да, да, да. Да, но вернёмся к чакрам, да, вернёмся к чакрам. Значит, наша Сватхистана отвечает за чувство вкуса в нотной линейке – это нотаре, то есть следующая после до, как вторая чакра. И биджа-мантра, то есть мантра, которая активирует эту чакру – это вам. То есть просто произнесение этой мантры будет эту чакру активировать. А скажи, пожалуйста, это просто, то есть с какой целью мы должны активировать эту чакру? Для того, чтобы мы увеличили энергию творчества, свою сексуальную энергию, что нам даёт именно активация этой чакры? Ну, вот смотри, если, например, эта чакра, ну, как говорится, заблокирована, или она не функционирует нормально, что это может давать? Во-первых, это делает человека ревнивым. Соответственно, ревность – это что? Неуверенность в себе, чувство вины. Это может давать холодность, да, ну, фригидность, например, да, то есть человек… Вот я как раз-таки захотел и берегу, и неуверенность. Да-да-да, то есть это тоже даёт, ну, для женщины это вообще как бы проблема, да, потому что если женщина не испытывает, не чувствует себя женщиной, да, свою женскую суть, то есть, скорее всего, её женская суть. То есть, если мы говорили про первую чакру, про Муладхару, то у нас была там как бы женщина-земля, да, её связь с землёй и её функция как стабильность. Теперь мы поднимаемся выше, и женщина себя должна реализовать как женщина, да, свою сексуальную как бы энергию, именно, ну, как бы то предварительное, что происходит перед рождением ребёнка. Да, то есть, если женщина не реализует это, соответственно, у неё там блок, и она, ну, просто не может выйти дальше к тому, чтобы зачать и продолжать, как бы, свою функцию как женщины. Ну, собственно, даже если это будет развиться, да, я правильно понимаю? Да, здесь… Во-первых, это даёт болезни, которые могут быть связаны, да, с женским каким-то, женскими проблемами, бесплодие, может быть. И в то же время это даёт, заставляет женщину компенсировать. А с чем она компенсирует? Это еда, соответственно, это сразу даёт лишний вес или проблемы со здоровьем, которые у нас связаны с излишествами различными. Либо это отторжение еды, как, например, анорексия, да, бывает, то есть это проблема с получением удовольствий. Либо это может развиться, например, если неправильно, опять же, функционирует эта чакра, чрезмерный сексуальный аппетит, да, когда это уходит уже не в, ну, в отклонения какие-то, да, потому что гармоничная чакра, она может как давать… Вернее, негармоничная чакра может давать как и блокировку, так и излишества какие-то в этом плане. Человек может быть становиться зависимым от мнения других или капризным, или склонным не только к, например, пищевым зависимостям, но и к наркотическим, потому что ему надо чем-то компенсировать. Раздражительность, то есть либо концентрация на себе, либо создание кумиров, потому что это тоже определённый род зависимости, да, когда, например, у нас есть люди, ну, очень часто, когда, например, какой-то человек становится гуру, да, и у нас есть такие фанатики-последователи, это тоже связано с проблемой с этой чакрой, потому что она нарушает, ну, скажем, адекватное отношение, да, к какому-либо объекту, она всегда даёт какое-то излишество. И как последствия, как ни странно, что всё-таки это как бы, ну, низ живота, ну, например, для женщин это может грозить раком груди, потому что это, ну, как бы тоже связано с неприятием женственности и в дальнейшем своей женской функции как матери. Это как бы такой, ну, связь такая есть и болезни, которые связаны с бесплодием или вообще с половыми органами. Ну, если чакра ещё отвечает, вообще, в принципе, если она за все жидкости отвечает, то, наверное, ещё пищеварительные соки, да, и кровь, и лимфа, кровь. Да, 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 все жидкости в организме, это всё её, ну, вотчина, скажем так, да, поэтому, конечно, это полностью приводит весь организм в дисбаланс. Конечно, каждая чакра важна, и любое нарушение может привести к болезням, да, но это вот как бы, ну, практически основное всё. Да, это очень важно. Что может нарушить работу этой чакры нормальную? Когда человек начинает, то есть испытывает желание контролировать других, когда есть сексуальные излишества какие-то или манипуляции этим же человеком, когда страхи возникают, например, страх обязательств или страх потерять контроль, да, то есть вообще у нас с контролем следующая чакра связана, но здесь вот это тоже как бы играет роль, потому что они, ну, достаточно близко расположены, следующая манипура, да, она чакра власти, но это тоже как бы влияет. Ну, организмы взаимосвязаны, естественно, если идёт нарушение в одном органе, в одной чакре, да, то начинается дисбаланс уже по всему организму, как я понимаю, то есть это, в общем-то, невозможно так взять и сказать, что мы будем гармонизировать вот с вот хистами для того, чтобы поднять сексуальную энергию, но при этом мы будем забывать про другие чакры или про другие органы, потому что... Конечно, это определённый поток, канал, и на этом, в течение, в этом канале у нас есть некие остановки, да, которые мы должны прорабатывать как бы снизу вверх для того, чтобы достичь, ну, нормального потока энергии. И когда у нас Атхистана в гармонии, то считается, что такие люди, они спокойны и счастливы, да, то есть это синоним, можно сказать, это чакры, это счастье и спокойствие. И люди, которые здравый риск могут предпринимать, да, то есть у них нет страха, они получают радость от общения с окружающими, от мира, они в контакте с внутренним, со своим «я», то есть, ну, там, ребёнком или как кто воспринимает. Они принимают своё физическое тело в первую очередь, у них сексуальная гармония, да, нет никаких проблем с, как бы, с этой очень важной областью жизни. И они очень часто способны, у людей, у которых эта чакра очень хорошо развита, они даже способны целительским каким-то, обладают даром целительными способностями, да. Да, потому что они доверяют будущему, они доверяют интуиции. Это же тоже интуитивное достаточно место, это чакра, которая связана с водой, это интуиция в чистом виде. И люди, они просто спокойно, они доверяют миру, доверяют себе, и у них нет никаких сложностей. Это, конечно, как бы достаточно важно, наверное, сейчас. Да, в настоящий момент это очень важно, потому что проблема доверия, она очень активна. И, соответственно, если это вода, да, это эмоции, и это, соответственно, человек, который может контролировать свои эмоции, он не раздражителен или не, как бы, не реагирует на все будро, очень бурно и гибок в принятии, да, адаптивен к ситуации. Соответственно, в нашем имеющемся мире... Я не очень люблю слово контролировать, потому что это, оно сразу несет в себе смысл подавления. Вот именно гибкий, она, наверное, более правильная. Да, да, гибкий, гибкий и, ну, скажем, эмоционально уравновешенный. Да, замечательно. Скажи, пожалуйста, теперь уже, я думаю, мы можем вполне перейти именно к маслам, да, к ароматерапии. Какие же масла помогают гармонизации и уходу за чакрой Садхистана? Здесь очень интересное масло, о котором, наверное, в первую очередь нужно сказать, это масло сандала. Потому что это масло связано не только с нижней чакрой, но и с верхними чакрами. Считается, что это масло, оно, ну, его очень часто используют в различных ритуалах. И оно, как бы, равносильно Кришне. Кришна, он все, ну, всеобъемлющий, да. Он как и сексуальную энергию притягивает, так и божественную. И вот масло сандала, оно идеально отвечает этим функциям. Оно является афродизиаком, и его, например, используют для различных, ну, скажем, игр и эротических каких-то вещей. И в то же время его используют для духовных практик. То есть оно равноценно и в том, и в этом. И оно отражает вот эту чакру с Ватхистану, которая является не только, ну, скажем, центром сексуальных удовольствий, но это еще необходимая составляющая для духовного развития. Соответственно, например, если мы делаем массажное масло, которое будет у нас работать на активацию этой чакры, то мы можем брать какое-то базовое масло, любое, например, персиковых косточек или абрикосовых косточек, и берем иланг-иланг. То есть у нас почти все масла будут, конечно, такие, афродизиаки. Иланг-иланг, сандау, петитгрейн можно брать, это тоже цитрусовое такое масло. И этим массажным маслом можно массажировать в живот, да, потому что все-таки область этой чакры, она у нас здесь расположена. Жасмин тоже в этом же ряду работает, да, то есть мы можем брать иланг-иланг, сандал, жасмин, растирать это в руках, вдыхать и, соответственно, как бы, ну, проводить по ауре для того, чтобы вот этот оранжевый цвет, эти все масла оранжевые и оранжевый цвет у нас активируются. На теле наносится это куда-то вот в районе... В районе живота, да, да, это все-таки живот. Нужно массировать, либо это просто достаточно нанести на какую-то, на эту точку? У нас два варианта, да, либо мы наносим на руки, вдыхаем и проводим по ауре, как бы, да, ну, там, сколько там, 10-15 сантиметров от тела, и просто, как бы, да, мы вдыхаем это, либо мы это делаем, как массажное масло и массажируем живот по часовой стрелке, то есть несколько, да. Есть очень хорошая медитация с этим маслом, то есть когда мы, например, сделали вот это вот, вдохнули, провели по ауре, и мы садимся в позу лотоса, или просто можно на стул сесть там с прямой спиной, несколько вдохов животом, чтобы дыхание стало спокойным, и представляем вот этот оранжевый цвет, который заполняет комнату. И мы вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание на 4 счета и выдыхаем на 8 счетов, и начинаем говорить аффирмацию. Аффирмация, может быть, ну, в разных вариантах, ну, она должна содержать следующую идею, что я принимаю эмоции и страхи, я принимаю себя, я люблю себя, я живу настоящим. И то есть вот эти аффирмации, они будут человека настраивать на контакт со Вселенной, да, то есть это медитация, которая направлена на взаимодействие с миром, да, чтобы человеку, как бы, немножко раскрыть. У сандала, например, есть специальная, наверное, даже специальная мантра, которая может использоваться. Это, сейчас скажу, какая. Мантра... У каждого растения есть своя, у каждого масла, у каждого растения есть своя мантра. Да, 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 есть своя мантра, и есть слово определенное, с которым это масло связано. Ну, вот для сандала это определенная мантра, она очень известная, и у нас есть такая певица, Сати Казанова, у которой я услышала просто великолепное исполнение этой мантры. То есть, ну, мне просто понравилась мелодия, я ее прям даже записала, и я ее использую. Это мантра «Ом асато ма сад гамая, тамасо ма джиотир гамая, мритьер ма амритам гамая». Повторяется эта мантра 27 раз, и после этого где-то минут 15 надо посидеть в тишине и прислушаться к себе. То есть, это вот максимальная активация сандала и максимальная активация сфатхистаны. Ну, перед этим, не сказала еще, перед этим мы ставим свечу, концентрируемся на пламени, наносим это масло на горловую впадину, на третий глаз и на макушку. Да, то есть у нас немножко не затронута... Только сфатхистану мы и другие чакры получаем. Да, 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 да. То есть на сфатхистану больше действует, например, запах в данном случае и визуализация оранжевого цвета. Но параллельно мы еще остальные чакры активируем, и потом мы произносим эту мантру. То есть это практически, ну, работа со всем телом получается у нас. Интересно, надо вам тоже в эфир поставить эту песню, может быть, она тоже наша слушательная. Да, что еще дает? То есть сандал здесь может работать, например, для умиротворения, остановки внутреннего диалога. И даже сандаловую пасту используют, например, перед занятием йогой, чтобы сконцентрироваться. То есть здесь такая уже идет работа просто на концентрацию. Для работы, например, сексуальной энергии, достижения счастья в отношениях с супругом, то можно масло абрикосовых косточек и сандал капать. И массаж в области живота проводим. Это уже как бы такое очень гармонизирующее. Сандал обладает очень расслабляющим таким действием. Он считается маслом, маслом гармонизатором, да, которое приводит все состояние человека в гармонию. Ну, это обычно какие-то духовные. А если мы используем просто ароматические палочки, да, вот сандаловые, которые очень популярны, да, то это же тоже идет в определенное воздействие, поскольку на Садхистан у нас в большей степени запах, да, поскольку это уже как-то зизяк включается в данном случае. Здесь такой момент. Нужно знать, что в этой палочке натуральное масло. А, да. Да, да, а не какой-то такой... Да, я знаю, когда мы были в Индии последний раз, то нас очень предупреждали, что очень важно, где вы покупаете ароматические палочки, потому что не всегда они должного качества. Да, потому что... Масла использовать, да, потому что... Да, дешевые палочки однозначно всегда, тем более сандал, одно из самых дорогих масел. То есть это очень важно, да. Хорошо, это хорошее замечание, надо будет знать. Ну, сандал воздействует, в общем, практически, насколько это одно из универсальных масел получается, да? Да, да. Можно в этот сандал, в массажное масло, где есть сандал, добавлять жасмин. И жасмин, масло жасмина, оно, наверное, больше афродизиак для мужчин. То есть женщины не так любят жасмин, хотя бывает такое, что он и женщинам нравится. Но, в принципе, работает он и для тех, и для других. И самое главное, что мы можем, например, делать этот массаж, парный массаж. И с партнером мы тоже можем это использовать. Например, делается массаж живота или низа спины, область надпочечников, да, за которой Сатхистана, область крестца. И сандал наносится на область третьего глаза и себе, и партнеру. И нужно обеспечить контакт физически. То есть это руки должны быть, да, потому что энергия должна проходить. Синхронизируется дыхание. То есть вы вдыхаете, партнер выдыхает. Вы выдыхаете, партнер вдыхает. То есть как бы идет такой цикл. И когда вы концентрируетесь на дыхании, да, то есть вы как бы энергетически начинаете уже обмениваться. Масло помогает, этот контакт обеспечивает. Руки, контакт, если там, ну, как-то ноги можно сесть, да, например, чтобы колени касались. И дыхание. И сконцентрируйтесь. В какой-то момент дыхание начнет замедляться или ускоряться. И это знак того, что практика закончена. Да, то есть контакт произошел, обмен энергии произошел. И, ну, например, если в семье проблемы, то такая практика будет очень полезна. Ну, это такая вот контрическая техника, я так понимаю, да, уже? Ну, да, наверное, что-то в этом есть. Но, по крайней мере, без психолога, без всего, то есть вы просто восстанавливаете энергетический обмен. Потому что, ну, муж-жена – это одна энергетическая система, когда начинаются сбои. То есть что нужно сделать, да? Любые разговоры здесь мало чем помогут. Здесь мы через такую практику можем этот контакт восстановить. Ну, давай теперь про сандал мы поговорили. Какие еще масла мы можем порекомендовать? То есть мы так очень коротенько, многие, но более детально именно про каждое масло, его воздействие. Хорошо. Очень распространенное масло, не такое дорогое, как сандал – это масло апельсина. Апельсин любят все практически, и оно повышает настроение. Да, то есть автоматически, когда мы видим оранжевый этот плод, когда мы чувствуем масло апельсина, у нас настроение повышается. Он повышает творческую энергию, интуицию и дает решительность, и дает человеку возможность идти к чему-то новому. Как работать с этим маслом? Можно перед сном распылять. Оно не стимулирующее. Оно повышает настроение и дает, например, возможность забыть о заботах дня и обеспечить хороший сон. В то же время, когда у вас какие-то сложные переговоры или какой-то напряженный рабочий день, вы можете это масло над столом распылить, и такая позитивная обстановка будет уже. Или, например, когда человек болеет. В палате можно тоже это масло, тем более оно очищает атмосферу. Поэтому, например, когда там, не знаю, грипп, вот сейчас у нас тут сложный момент с заболеваниями, да, то есть зимой, можно использовать это масло. Единственный момент, нужно помнить, что оно очень фототоксично. То есть его нельзя наносить на кожу, если вы выходите на солнце. Это может спровоцировать даже рак. То есть лучше воздушным путем, то есть нюхать, оно достаточно приятное. Да уж, апельсины, особенно, мне кажется, для жителей нашей страны, это такая ассоциация, сразу явно солнышко, и особенно период, когда они у нас появляются, зима, когда все кругом белое, такой слякоть, мороз, и тут тебе апельсин. Даже просто, если мы подумаем в этом ключе, то сразу ты понимаешь, что это приносит радость. Да, апельсин, это, наверное, самое позитивное масло и самая позитивная ассоциация у человека. Абсолютно, даже здесь, в Калифорнии, где они произрастают, все равно я каждый раз, когда вижу апельсиновое дерево, у меня внутренний такой радость поднимается всегда. Здорово. Следующее масло, о котором бы я хотела сказать, оно уже более тяжелое, более, наверное, связано с эротикой. Да, это масло нероли. Нероли, это у нас тоже относится к цитрусовым, очень тонкое масло, его используют в духах, и энергетически оно обладает очень интересными качествами, помогает найти выход из каких-то сложных ситуаций. Или, например, когда у человека кризис, он там, или кто-то умер, или человека бросили, женщину особенно, да, то есть помогает выйти из этой ситуации. Если у человека шок психологический, это масло там, оно моментально может из этого шока вывести, да, то есть когда человек там, ну, просто там, если у кого-то... Такой мешатырный спирт от ароматерапии, да? Да, 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 то есть оно психологически резко. И самое интересное, что это масло, оно в минимальных дозировках, там буквально капелька, вот когда делаешь духи, это масло добавляется, оно дорогое достаточно, ну, буквально там, одна капля, оно очень сильно раскрывается. Аромат у него достаточно, оно мощное очень. Устраняет тоску, даёт уверенность в себе, даёт жизненную силу, убирает страхи, депрессии. И вот если травмы какие-то психологические, оно тоже очень хорошо восстанавливает. Очищает все чакры, поэтому его тоже можно использовать. Неверсальное воздействие на все чакры, на все энергетические. Да, если какой-то страх у человека, то есть вот он, ну, прям панический, то можно нероли наносить на сгиб руки, и вот, ну, если событие какое-то предстоит, а человек прям не может справиться. На сгиб руки можно наносить, там буквально, там каждые 15 минут, и за 2-3 часа до этого события оно уже будет работать. Если это более такое, как ты сказала, эротическое, то есть оно ещё возбуждающее определённое воздействие оказывает, да? Ты знаешь, вот масла эротические, да, они немножко разные. Вот те, которые женские, которые на Сватхистану, они расслабляют. Они не возбуждающие. Возбуждающие – это корица, и это мужское масло, которое требует действий, которое толкает на то, чтобы, ну, там, человек побежал, мужчина побежал и сделал. Женские масла, они действуют по-другому, они расслабляют и снимают вот это напряжение, и женщине позволяют, как бы, чувствовать себя абсолютно, ну, самой собой. Свободной, да, потому что женщина, она же в природе, она должна быть скромна, она должна быть застенчива, вот, и, естественно, они дают ей расслабление и свободу. Да, да, практически все масла эротического характера, да, та же Роза или Магнолия, они все расслабляюще действуют. То есть они, может быть, в какой-то мере возбуждают женщину, но это возбуждение, оно другого характера, не такое, это не действие. Это, наверное, возможность расслабиться и принять, да, то, что женщина должна делать, да, во время сексуальных каких-то вещей. Вернемся. Как будто бы они сразу что-то должны в ответ дать. Я когда стала за этим наблюдать, я просто была поражена такому количеству, поэтому, конечно же, если есть простые способы, да, можно просто взять и попробовать, так сказать, масло поводействовать на свою природу и что-то принять. Нероли хорошо используются также в медицинских целях. Например, при болях периодических у женщин массаж живота с нероли снимает эти боли. Или, например, оно дает жизненную силу во время родов. Это тоже связь с Атхистаной. Здесь уже даже медицинское применение этого масла. А как ты считаешь, ты как ароматерапевт, именно регулярные боли при циклах у женщины, это как-то связано именно с тем, что негармонично с Атхистана? Да, это однозначно связано. Очень интересно здесь, что, например, имбирный чай помогает справиться с этим. Да, то есть масла они тоже снимают эти боли не за счет обезболивания, а за счет выравнивания той же чакры. И, соответственно, это сразу на физическом уровне отражается. И получается, что мы, соответственно, применяя определенные масла, мы себе можем облегчить цикл. Те женщины, которые страдают какими-то проблемами. Да, да. Массаж живота, например, герань, она помогает справиться как с болями, так и подготовить организм к беременности. Да, то есть герань у нас такие с фитогормонами, благоприятными для женщины. Поэтому, например, маслами мы можем даже это регулировать. Я очень люблю герань. У нас здесь она на улице растет такого размера. Я даже раньше никогда не подозревала, что она такая может вырасти там с человеческой, с меня ростом, да. Я всегда очень удивляюсь. Хорошо, Анечка, давай еще дальше. Еще, я думаю, у нас какие-то масла в арсенале остались. Да, давай иланг-иланг. Такое считается очень женское масло, афродизиак сильнейший. Но с ним надо тоже очень аккуратно. Обычно считается, что его очень любят женщины за 40. Но оно такое немножко возрастное масло. Скажем так, более молодым надо его использовать более аккуратно, потому что оно тяжеловатое. Тяжеловатое, да. Сразу у меня как бы ассоциация пошла, что масло достаточно тяжелое. Потому что мне очень-очень редко бывает, я там, так сказать, женщина слегка за 40, да, я так немножко пококетничаю, да. И для меня все равно оно тяжеловатое. Очень редкие моменты бывают в моей жизни, когда мне хочется именно вот этого аромата. Ну смотри, иланг-иланг, он бывает нескольких, ну такие фракции называется, да. То есть это по производству иланг-иланг бывает разного качества. Поэтому бывает очень тонкий хороший запах, в котором минимальных дозировках. Но это именно то масло, которое решает вопросы потенции, ну женской, да. То есть он избавляет от фрегидности, он дает возможность работать, например, с бронхитами или с астматическими какими-то явлениями. А ты, может быть, ты знаешь, что это непринятие себя, да, когда человек не может дышать, это непринятие себя. Соответственно, иланг-иланг решает этот вопрос. И он обладает возможностью снижать давление. Поэтому, например, если давление понижено, с ним надо очень аккуратно. Снимает гнев, прекрасно расслабляет, если депрессия, стресс, бессонница или страхи какие-то, иланг-иланг здесь просто прекрасно работает. Дает чувственность, дает радость, легкость, чувство защищенности и пробуждает страсть. Да, страсть, не просто страсть, а страсть жить. Интуиция, творчество. И если человек не может раскрыться, то иланг-иланг здесь тоже работает. Я поняла, что женщины за 40 очень он рекомендован, наверное, и почему это действительно связь тут очень четкая прослеживается. Потому что обычно, ну, как бы после 40 лет, да, у нас выполнен какой-то некий жизненный цикл, и мы начинаем искать себя. Может быть, в Америке это не всегда так характерно, да, потому что здесь многие женщины в 40 лет только матерями становятся. Но если мы нормальную модель, так сказать, жизненную, да, возьмем, то обычно где-то после 40 лет мы понимаем, что дети выросли, да, и у нас высвобождается какое-то гигантское количество времени, куда себя деть, да. Плюс обычно отношения, они уже какое-то длительное время проходят, да. И ты понимаешь, что твой партнер, он почему-то перестал интересовать во всех смыслах. Вот, и поэтому тут это масло, оно просто подарок, можно сказать. Ну да, смотри, его используют, как бы такая рекомендация есть для тех, кто не может найти контакт со своим умом, или минуты нерешительности, или непонимания, куда идти, то очень хорошо, например, массажировать этим маслом и сандалом руки, ладони и живот, да, то есть, ну... Не, ну это всем женщинам надо, потому что я еще, я не встречала еще ни разу, практически, ну, я не знаю, может быть... Которая была бы в ВКонтакте. Всегда ВКонтакте, да, и в которой не возникает вопрос, куда идти, что делать, да, это просто крайне бывает очень редко. Ну иначе ты просто не женщина, то есть, уже такой мужской ум, видимо, у женщины разный. Да, к сожалению, да. Абсолютно необходимая вещь, в хозяйстве. Все запасаются маслом и ланг, и ланг. Да, рекомендована ванна с 10 капель масел и ланг-иланга, сандала, пачули и ветивера, тоже такие афродизиаки, в молоке. Она расслабляет очень глубоко. А молока сколько надо для такой? А сколько надо молока? Молоко, ну, не знаю, там, ну, стакан молока, например. Чашка молока дадит капель. Ну, то же, чем больше молока, тем больше пользы для кожи, да, то есть, ванна Клеопард. Она, по-моему, полтора литра молока туда добавляет, насколько я помню. Ну, то есть, молоко здесь не критично, оно является, как бы, таким эмульгатором, который позволяет разводить масла. Потому что в воде масла не разводятся, они разводятся либо соль, нужна нам на соль, либо молоко, либо вино. То есть, это все работает эмульгатором. Такая ванна, которая позволяет снять... Соль, содержащая, да, тоже какой-то, либо должно быть спертосодержащая, да. А как вообще, вот мы дома, допустим, если я хочу приготовить распылитель, да, то в чем она должна, вот если мы говорили о масле апельсина? Предположим, я купила себе распылитель, да, у меня есть концентрат масла апельсина. Дальше, какие у меня действия? Нужно брать, ну, лучше брать спирт, да, то есть спирт должен быть не меньше 60 градусов. И в нем просто мы разводим, чем больше концентрации, например, если концентрация у нас там где-то 20%, то это уже такое духи, да. То есть, чем меньше концентрация, тем больше, например, напоминает одеколон или какую-то туалетную воду такую. То есть, можно буквально там 15 капель, и это будет уже работать. То есть, спирт у нас просто выступает как распылитель. Ну, то есть, то, что берет молекулу масла и распространяет по комнате. Ну, понятно. То есть, и, в принципе, все это мы, обычно мы же концентрат покупаем, да, и потом мы просто уже приготовляем для своих целей какие-то такие вот вещи. Ну, да, то есть, мы берем масло, ну, масло апельсина, например, это одно из самых дешевых масел. Мы берем масло и потом мы можем его использовать либо, например, в, как это называется, в аромалампе, да, либо в диффузоре, когда мы его капаем в воду. И диффузор у нас, например, там ультразвуковой, да, распыляет в виде тумана. Очень классная такая есть штука. Либо мы можем капать себе в аромакулон, либо мы можем капать на платок шелковый, да, либо мы это делаем как бы распылитель, либо мы масло используем в массаже, да, ну, апельсин можно, например, как антицеллюлитное масло использовать, добавлять во все. Или для волос очень круто, апельсиновое масло это просто отличная штука для волос. Мы можем добавлять ее в какие-то, ну, желательно это делать в натуральные кондиционеры для волос или в маски делать. Вот апельсиновое масло очень хорошо. А с кунжутом, если его смешать, это нормально будет, если сделать, ну, масло с маслом, да? А, да, конечно, ну, кунжут, оно выступает как бы базовым маслом, да, то есть это, конечно, да. То есть это нет никаких препятствий в этом? Нет. Ну, у нас, наверное, еще есть немножко времени, еще какое-нибудь масло мы разберем. И у тебя еще есть в арсенале, в запасе? Наверное, давай про бергамот поговорим. Тоже достаточно распространенное масло, это тоже цитрусовое, и оно тоже является фототоксичным, поэтому желательно вот там на руки не наносить, особенно если мы... Вот, кстати, я хотела, минутку я тебя перебью по поводу фототоксичности. То есть если мы, скажем, наносим себе масло, то же самое, как вот для волос, апельсиновое масло, да, мы используем, то потом нам надо смыть это все, да, чтобы... Ну, если да, если мы делаем маску, то мы должны смыть. Если мы наносим на волосы, это не страшно, а если мы наносим на тело, мы не должны после этого выходить на солнце. То есть это категорически запрещено. И, например, я слышала один раз такую рекомендацию для загара, рекомендовали пить бергамот. Но это тоже очень опасно. Что внутрь, что на кожу, ни в коем случае фототоксичные масла перед солнцем нельзя. То есть это реально может доводить до рака. Да, то есть это такие средства безопасности в ароматерапии. Да, практически все масла цитрусовые, ну не практически, а все масла цитрусовые и те, которые, например, имеют в своем названии слово лимонный. Там мята лимонная или там еще что-то лимонное, лемонграсс. Это все масла, которые содержат вот эти фототоксичные составляющие. Реагируют на свет. Да. Важно, замечательно. Так что же зверобой? Зверобой еще у нас такое фототоксичное. Растение, да? Так что же с бергамотом? С бергамотом хорошее очень масло. Очень универсальное. Можно использовать, например, когда есть проблемы по отношению к еде. Да, либо обжорство, либо отсутствие аппетита. Ну, то есть нарушение пищевых привычек, да, как это называется. То есть оно и в ту сторону работает, да. Оно нормализует, то есть оно нормализует Сватхистану, соответственно, у вас не будет потребности к какому-то, к любому, ну, экстриму, да. Что не есть, что есть, да. Любое отклонение, оно показывает проблему. То есть оно выравнивает этот момент. Зависимости, табак, алкоголь, наркотики, еда. Да, ну, наркотики сложно сказать, до какой степени, например, можно бергамотом лечить наркозависимость. Но, тем не менее, как вспомогательный элемент, который повышает настроение или, ну, как бы, помогает человеку, как бы, сконцентрироваться на другом, здесь бергамот помогает. Холодность секси, невозможность чувствовать радость, да, когда у человека стоит блок. Проблемы с пищеварением, стрессы, страхи, бессонница, то есть здесь все бергамот будет помогать. Он очень интересный, потому что он очищает каналы между чакрами. То есть между второй и пятой он помогает, как бы, ну, вот этой энергии течь беспрепятственно. Очень прекрасное антидепрессивное масло. Чувство неполноценности, да, комплекс неполноценности снимает. И веру в себя возвращает. Особенно, например, если у нас сложный период, там, не знаю, у нас экзамены, или мы проходим собеседование куда-то, да, мы в таком продолжительном стрессе. Вот тогда он играет очень хорошо. В нашей стране всем тоже надо применять. Как его использовать? В Америке тоже, потому что здесь вообще, вот, стресс, состояние стресса, мне кажется, оно здесь присутствует постоянно. Это вообще в любом, на самом деле, жители больших городов, они находятся просто априори в состоянии стресса, поэтому для них очень важно. Вот, применение, я думаю, масел, это крайне такая важная практика. И вот смотри, для каждого масла есть свое слово, да, для бергамот это слово радость. И, соответственно, например, если мы хотим избавиться от чего-то, то 40 дней, ну, обычно 40 дней левой рукой пишем, я отказываюсь курить, там, пить алкоголь, есть шоколад. И, когда возникает желание это сделать, нужно вдыхать бергамот и 7 раз повторять слово радость, да, то есть, как бы, как компенсация. Спрей можно делать с таким маслом, наносить на, и делать массаж, то есть, массаж тонкого тела, когда мы на руки наносим и проводим по ауре, то есть, это создает очень хорошее настроение. Мы сегодня вот несколько раз говорили о массаже живота, я вообще хотела бы сказать, что для женщины это крайне важная практика вообще для всех, потому что массаж живота, он позволяет сделать массаж внутренних органов, чем у нас очень часто там такие достойные явления образуются, поэтому мы не только будем подействовать на Асвадхистану, но мы тем самым мы вообще гармонизируем свое состояние именно массажем живота. Это очень-очень полезная практика, и самое главное, что мы можем это самостоятельно проделывать, главное, чтобы это делать по часовой стрелке, не знаю, может у тебя тоже есть какие-то рекомендации, я обычно всегда... Да, да, по часовой, практически все, ну, какие бы я ни встречала источники, практически все они рекомендуют по часовой стрелке. Нет, это да, да, ну, вот это очень важная практика, ведь если это делать с аромомаслом, то это еще очень приятно, я думаю, поэтому обязательно это каждой женщине нужно уметь и не забывать об этом, потому что самое важное, что мы можем сделать для себя, это проявить любовь к себе, и через ароматерапию мы именно проявляем любовь к себе, да, и за уходом с собой мы проявляем любовь к себе. И чем больше у нас будет любви к себе, именно настоящей искренней любви, тем больше у нас будет любви к этому миру, к окружающим, к нашим близким, тем на большие подвиги и свершения мы будем способны. Прежде всего, это, мне кажется, очень важно. Ну, Анечка, еще какой-нибудь нам... у нас с тобой есть пять минут, какой-нибудь... Ну, вот ты как раз говорила про любовь к себе, и масло жасмина, оно соотносится со словом любовь, и очень интересная есть практика, которая связана с развитием духовного восприятия, да, это как раз вот мы говорили о сексуальном, да, о теле, а эта практика, она связана с духовным открытием. И в течение восьми дней, утром и вечером, мы берем масло какое-то лучше чистое, жажаба, которое, оно более как бы без примесей, и жасмин. Наносим на средний палец руки и проводим как бы линию от основания позвоночника, да, до третьего глаза, ну, то есть по всем чакрам по нашим. И наносим каплю на чакру тимуса, это такая вспомогательная чакра, очень часто можно увидеть такие статьи, где написано, что точка, которая отвечает за счастье, да, вот она находится вот, ну, как бы чуть ниже горловой чакры, как бы, и высшая сердечная чакра, она между ними, чакра тимуса. И капля на сердечную чакру наносится, и восемь раз повторяется слово любовь. Да, вот это как раз как бы та практика, которая помогает это масло, масло, которое связано со второй чакры, со свадхистаной, вывести на другой уровень, ну, все наше восприятие, да, то есть и для духовной практики это тоже подходит. То есть помимо того, что мы активизируем нашу сексуальность, творческую энергию, мы тем самым еще поднимаем свой духовный уровень и активизируем именно свою духовность, да, и тем самым мы просто, ну, становимся очень-очень гармоничными личностями. Да, да, здесь очень важный момент, нужно понимать, что если мы даже, как бы, раскрываем чакру, которая связана с сексуальностью, это не значит, что мы остаемся на каком-то уровне. То есть наши чакры, они, ну, они взаимосвязаны. И для начала мы должны вот этот поток снизу открыть. Мы не можем активировать нашу чакру, коронную, да, которая показывает нашу связь с высшим духовным, если у нас заблокированы нижние чакры, которые показывают, что нет связи с землей и нет связи с, ну, нет вот этой созидательной энергии. Поэтому, конечно, нужно начинать с самого начала идти последовательно, да, вот мы об этом же говорили и в прошлый раз, что все должно идти друг за другом. И на всех уровнях мы должны проходить, на всех уровнях мы должны это очищать, и это показывает разностороннюю развитую личность, да, на всех уровнях у нас гармония должна быть. Совершенно верно. Спасибо большое, Аня. Я хочу напомнить, что в нас в гостях была Анна Отминеева в эфире нашей женской гостиной. Мы сегодня разговаривали про вторую чакру, Сватхистану. И Анна к нам придет в следующий раз 18 февраля, да, правильно, да, 18 февраля, практически через месяц. И мы поговорим о третьей чакре, это будет Манипура. Анна, ведический астролог, сертифицированный консультант по ВАСТу, ароматерапевт. На нашем веб-сайте есть информация, если вы заинтересовались консультацией Анны, то вы, там есть дана ее электронная почта, можно к ней всегда обратиться. Я думаю, что она с удовольствием проконсультирует слушателей нашего радио. Обязательно напишите, что вы слушали программу с Анной, да. И спасибо большое, Анечка, очень интересная тема. Я очень рада, что ты принимаешь такое активное участие в наших программах. И я надеюсь, что мы тем самым улучшаем этот мир и помогаем людям. Спасибо вам большое, что приглашаете. Для меня это тоже очень много значит. Я с большим удовольствием делюсь тем, что я знаю. Спасибо большое, до новых встреч и до следующего четверга. Следующий четверг у нас в гостях будет психолог Виталина Скворцова-Охрецкая, психолог из Санкт-Петербурга, которая работает с женщинами, с женщинами-практиками, с женскими практиками. Я надеюсь, тоже будет очень содержательная и интересная передача. До свидания, до новых встреч, доброго вечера, доброй ночи и доброго дня. Счастливо. До свидания.